Вот так у нас выглядит сердце Ярославля, расположено оно в Кировском районе и вдоль улицы Гурвал и улицы Рыбинская Гурвал, он в принципе отремонтирован, чистая улица, пешеходная зона а вот Рыбинская, вот до Гурвала, она тоже отремонтирована а дальше Гурвала, она просто убитая и не знаю, будут ее ремонтировать, не будут, неизвестно вся она в ямах, такая в ужасном состоянии проблемы у этого жилого комплекса, я вижу основные, это по парковке где, опа-на, я сейчас весь буду обрызган, надо отсюда уходить вот рядом во дворах, значит, мы видим вот такую застройку годов, наверное, 80-х здесь вот все разбитое такое, может когда-то приведут это все в порядок, но ходить здесь, смотреть на это, есть парковка вот там подземная, но опять же, она платная, то есть чтобы там парковаться, надо ее выкупить, соответственно не все это себе могут позволить где будут остальные машины, ну, соответственно, они будут располагаться по периметру по периметру, но тут проезжая часть, проезжая часть, соответственно, ваша машина подвергается опасности или повреждения, или постоянно она грязная будет ничего приятного здесь вот мы видим, уже магнит работает на первом этаже все отдано под коммерческие помещения да, здесь облагоустроено тротуар, все чисто, все красиво я хотел вам немного рассказать о застройщике сердца Ярославля и оказался, возможно, не именно он, а возможно, это зависит просто от менеджера но вряд ли, я думаю, что тут дело в том, что рыба гниет с головы и как менеджер себя ведет, так ведет себя и застройщик то есть собственник пришел принимать квартиру и обнаружил, что, ну, не соответствует договору квартиры то есть нет наружного блока кондиционера нету облицовки балкона керамогранитной плиткой и застройщик просто не дал подписать акты акт осмотра с недостатками акт приема передачи с недостатками ничего не дал подписать просто говорит, нет, приводите специалиста у которого есть аккредитация в НОПРИС но дело в том, что по постановлению, где указано данное требование указано при, значит, в акт осмотра вписываются недостатки, которые, ну, с которыми не согласен застройщик то есть если это акт приема передачи с недочетами и в данном случае эти недочеты, ну, прямо как бы, вот они на виду что нету кондиционера, нету плитки то есть нет необходимости использовать какие-либо спецприборы и инструменты у которых должны быть сертификаты поверка и так далее этого ничего, ну, нет необходимости предоставлять просто отказался значит, вызвали даже охрану и попросили удалиться то есть такого поведения, честно говоря, я ни разу не видел и для меня ну, как бы, я был шокирован просто шокирован с учетом того, что стоимость одного квадратного метра больше, чем 200 тысяч рублей то есть сейчас там продаются и за 250 тысяч рублей и когда такое отношение это о многом говорит то есть, честно говоря вот по качеству самого объекта может быть, оно и неплохое но вот так относиться к людям, которые у тебя покупают квартиру для меня, честно говоря это просто удивительно ну, что ж возможно, я еще приложу сюда некоторые видео и фотографии и, кстати в этом объекте даже были и другие недочеты даже крыша в некоторых местах протекала представляете, крыша а это существенный недостаток и не знаю, чего добивается застройщик но лично я бы, наверное, с таким застройщиком даже судился было бы желание судиться и не принимать квартиру пусть там идут ну, чтобы пени были но это все надо, конечно, подключать юристов также хотел бы рассказать о других недочетах которые были выявлены на данном жилом комплексе а именно, если обратить внимание на фасад то вы увидите разводы и подтеки от чего они? по периметру фасада а именно по парапетной его части примерно с шагом метров 5-10 запроектированы парапетные аварийные воронки и эти воронки они, так сказать, это неорганизованный водосток они имеют очень маленький вылет воронок и тем самым, когда тает снег когда идут осадки то вся эта вода она по неорганизованным водостокам попадает на фасад фасад мокнет а что происходит, когда мокнет фасад и когда на улице 0 градусов? правильно кирпичная кладка замерзает а у кирпича морозостойкость F-150, F-150 и, соответственно, через 100-150 циклов разморозки и заморозки что происходит? происходит разрушение и этот фасад он будет разрушаться разрушаться он будет, конечно, не через 5 лет может не через 10 то есть 10 лет, например, он простоит а потом начнутся проблемы также проблемы будут и с энергоэффективностью фасада ну, стены, награждающей конструкции если у вас, например, в квартире есть счетчики тепла и вы думаете, что будете экономить потому что у вас теплые стены у вас есть счетчик на самом деле, когда стена намокает то энергоэффективность стен, она падает и когда у вашей стены мокрые теплоизоляция плохая будет тепло выходить быстрее из вашего помещения и вам надо будет больше тратить на отопление то есть это, конечно, суммы ну, не такие большие, критические, да но все равно, как бы, неприятно вы покупаете, можно сказать, квартиру в элитном жилом комплексе ну, так себя классифицирует ну, по крайней мере, стоимость самая высокая по городу и когда подходите к дому вам даже, ну, неприятно смотреть на фасад потому что он весь в непонятных каких-то пятнах и разводах и мало того, что он еще начнет у вас через, там, лет 10 прошиться и разрушаться то есть сегодня стоимость недвижимости высокая а что потом будет происходить и, конечно, самая большая проблема это парковки жилой комплекс, который на 500-600 квартир а парковка на, там, 100-150 машиномест ну, примерно по периметру можно еще расположить, там, 50-80 машиномест после того у вас, ну, дай бог вы половину квартир сможете обеспечить машиноместами а сейчас в некоторых семьях и две машины то есть у вас мне